Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour, с вами канал Бляр ТВ. Прежде чем мы продолжим смотреть на этот очень интересный реплей, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же, досмотрите ролик до конца, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное помнить, только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее. На ваших экранах карта имени Этвиктори и два бойца, многим известные из русскоязычного комьюнити. За глаз секретные войска под синим цветом играет Драк, зовут его Антон, из Тульской области. Его соперником будет Сергей Шедебро, оранжевый цвет, китай-пехота, боец из Московской области. Оба игрока, как я понимаю, в принципе, очень часто проводят время за ПВП, играют друг с другом. Шедебро является таким средним семипрошником. Ну а вот у Драка судьба, знаете, я бы, наверное, даже сказал несколько поинтереснее. Потому что боец, который сейчас играет за стелса, он особо не блистает каким-то мега-скиллом на данный момент. Но раньше Драк был игроком про лиги, вы только представьте. Просто он ушел в армию, пришел с армии и пока, ну, может быть, не уделяет просто того времени, которое он уделял раньше. Потому что Драк стал играть, скажем так, опыт есть. Но все же, все же раньше он как-то блистал намного лучше. Что ж, разбегаются здесь подрывники, хорошие бункера, мини-ганеры. Причем справа вылавливается стелс на ран. Ну и классика, два сопла, военный завод. Там даже рабочий, кстати, сел в техничку. Что касается инфантре, инфантре будет терять дозеры. Да, стелс начинает дозер-хан, дозеры уматывают. Второй справа, здесь подрывник достаточно опасно. Ну и, кстати, что один боец, что другой боец уже неоднократно появлялись, естественно, в топ реплеях. У нас даже с Драгом бывают, скажем так, свои очные противостояния. Потому что мы с Драгом один на один очень много сыграли, в том числе и в шоу-матче. Даже как-то играли очень интересные поединки, там, на небольшие суммы. Поэтому с Антохой у меня тоже есть история противостояния. Но я смотрю, что он, в принципе, набирает в последнее время. И скоро я до него не достану. Стоит все еще одинокий подрывник. Но вот дозер, сладкий дозер, ставит в центр пропаганды. Убертехничка есть. Что самое важное, есть Убертейч у стелса, если он еще ее не потерял. Но я думаю, что не должен. В норку Убертейч-то загонялась. Вперед пошли посты. Неужели Шедеброс сообразит контратаку? Да. Вот она Убертейч. Еще и пригодился подрывник. Минусуется казарма. Дозер охраняется бункером. Но все-таки здесь есть место заехать. Понимает Сергей это прекрасно. И начинает отъезжать. Пошел пост. Но поможет ли здесь пост? Все-таки очень сильная группа. Да. Если бы пост был полностью наполненный. Но стелс, готов ли принимать на базе, проходит этот жесткий. Уже просто надоело называть слово пост. Как еще можно назвать? Наверное, крутой радар. Самый крутой радар игры Дженерал Зерава. Да, и Дозер Хант, ребят. Дозер Хант. Причем Убертейч не выживает. Ах, как обидно. Шедебро. И ведь справился. Справился с ней. Но остается у Инфантри последнее три здания. На этом, друзья, ничего не заканчивается. Ну, не бывает просто такого, чтобы мы вот так просто показали игру, где Инфантри сольется на раз-два. Конечно, будет продолжать Сергей сражаться. Да, драк только ушел во второй военный завод. Вот тут же сожгли. Хваты все разматываются. Дракон проходит под военный завод. Пока еще не производились захваты выше. Хотя стелс мог бы, но у стелса такие великолепные позиции. Напропускал Инфантри. Вообще на таких больших картах, не знаю, я бы рекомендовал начинать с Хеликса. Но это именно вот как защитный юнит со старта. Потому что стелс, если норками обволакивает, потом очень тяжело. И ведь дракон сжигает второй военный завод. Все. Драк больше не сможет спамить. Но вот Антон как раз-таки размещает военный завод уже на левых позициях. Денег ему хватает. Шедебро денег тоже хватает. Есть электростанция, есть военный завод. Просто спамь. Спамь еще раз спамь. Да. Идет поддержка. Кстати, в центре сопла есть. Идет поддержка постов. Будут сносить центральный соплай. И скорее всего передвигаться на вот левый фланг. Но дракон пока из фальшивого завода делается настоящий. Нужно на это время. Поехала техничка. Кстати, новая Убертечка. Вау. Где ж их так Антоха успевает насобирать? Неужели уничтожены постов? Ну посмотрите, сохраняет военный завод Сергей. Просто великолепно. Он сумел это сделать. Он задефал. И здесь, конечно, вопрос контроля стелса. Центральные позиции, ну, будут уничтожаться. Да, нужно постами идти дальше. Сейчас есть намного важнее позиции. Нужно утилизировать военный завод. Драк застраивается норками. И спамить начинает квадать. Убивается казарма. Ну, по крайней мере, не будет угонщиков. Если сообразит пойти дракон. С драконами работает. Шедебруар. Ракетчики сейчас идут на убой. Скорее всего, посылались добить военный завод. Но не все так просто. Можешь и добро. Спокойно спамить теперь дракону. Угонщиков не бояться. Ну, столько много норок. Ставится новая казарма. Кваду уже начинает помогать. Опять же, очень много ракетчиков. Это залог. Это залог успеха против инфантрии. Скрывать посты. Драконы пошли вперед. Левый фланг не очищается. Правый также. Ну, про правый, наверное, забыл. А драк-то захват сделал. Вышка справа захвачена. Может быть, не совсем своевременно. Но сейчас это достаточно устанет. Стеллса, который, если потерять соплай, у него деньги останутся. Шикарный дракон. Ну, и, кстати, вот сейчас Антон даже демонстрирует очень неплохой контроль. Высаживает, засаживает. В глажное метро. Да, ну и драконы просто на прорыв. На прорыв с поддержкой пехоты. И мне кажется, здесь инфантре добивается успеха все-таки. Пробивая очень много нор, позиций. Хотя пока непонятно. Нужно, конечно, идти сжигать военный завод. Ну, хотя бы соплайк для начала. Тоже не помешает. Добавление какое-то будет. Контратак нету. Военный завод живет. По сути, даже стеллс мог бы пойти просто в размены. У него шикарные позиции для размена. Справа казарма есть. Слева норки есть. Да хоть что тут ставь. Просто дать пару тычек по военному заводу. Потому что у инфантре спам не сбавится. Он будет вечно спамить. Да, да. И закрывается полностью позиция. Пока что добро выполняет свой план. Чтобы заставить капитулировать соперника. Но в начале все, конечно, казалось по-другому. С теллсом было все очень хорошо. А сейчас все. Разошелся инфантре. В принципе, генерал это такая игра, где нужно драться до самого конца. И шансы будут всегда. Ах, вот оно что, техничка есть у Драга. Посмотрите. Он еще исполнил казарму и подрывников. Ну, почему не минируется единственный военный завод? Он-то все здания минирует. Все заминированы, кроме завода. Вот это, конечно, печально. Что ж, сейчас стеллс, возможно, делает очень переломный момент. Не удалось забрать электростанцию. Но... Больше спамить Шедебро не сможет. Но, с другой стороны, у Драга у самого. Единственная казарма, больше зданий-то и нет. Рабочие-то остались. Самое главное, что остались. Рабочий сюда пришел пост. Пост вскрывается. А если там мини-ганер? Нету мини-ганера. Подрывники справляются. Ну, шикарная казарма. По сути, сейчас, если бы не эта казарма, то уже можно было бы, наверное, ставить полностью на победу Шедебро. Но нет. Находит какие-то варианты Драг, чтобы еще спасти эту игру. Ну, конечно, такое проигрывать обидно. Кстати, электростанция-то отлетит. Ну, вот немножко тут разминировала. Хватит, не хватит. Сплэш урона. Сейчас надо сюда же зайти. Вот здесь нету минок. Может быть, хватит. Нет, не получается. Станция выживает. Но, по сути, Шедебро спамить только с Аполлтраки. И с Аполлтраками давить. Остался еще Кват. Один живой. Сохранил вот Драг. Мне кажется, нужно каркасов Драгу побольше делать. Да. Казарма слева. Денег, конечно же, у Стелса не остается. Последние 14 баксов. Ну и справа прорывают. Казарма. Будет потеряна свою же пехоту. Сергей. Нельзя сжечь. Ну и весь, весь сейчас актив на правом фланге. А левый-то че? Вы посмотрите, что делает Стелс. Он забил на свой правый фланг. Инфантри не оставляет никакой защиты на левом фланге. Здесь казарма работает. Бегут ракетчики. И тот самый сохраненный Кват Кэнон. Ай-яй-яй-яй-яй. Не успеет. Не успеет Инфантри. В панике полетел каркас. Не добил. И все же будет ликовать Стелс. Это победа. Хотя, мне кажется, у Инфантри были большие шансы. Но молодец Дракту на опыте. Среагировал. Понял, как нужно сыграть. Намного меньше денег он в итоге-то собрал. Хоть и были захвачены вышки. Что ж, дорогие друзья. Оставляйте свое мнение в комментариях. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. И Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь.